может быть там какую-то тему нужно будет более детально рассказать, говорить и более детально обсудим. Один из первых докладов был Николай Джустин, фича in biggest trap in C++17. Одна из проблем, которая была до C++17, если указать у нас с помощью фигурных скобков ориентиризации какой-то переменной, то это будет как sd-initization list. И это довольно всех смущало, и в C++17 мы это поправили. Если мы можем указать одну переменную или одно значение, и это будет как одна переменная. Но чтобы поддерживать capability, как раньше, чтобы можно было создать nintization list с одной переменной, нужно добавить равно. Так что при использовании вот этих фигурных скобках нужно очень внимательно указывать равно, либо не указывать, но общая рекомендация лучше его не использовать. Также в C++17 добавили файл-систем, и есть такая особенность. То, что когда мы нажимаем, ну то, что в Windows есть разные пути, это окей, но когда мы хотим вывести путь, то в Windows у нас идет с двумя слэшами, что это не всегда это ожидаемо. Чтобы это поправить, можно использовать метод string, и он всегда будет выводить с одной слэш. Также, допустим, вот есть пример у нас. У нас есть метод, который вставляет в контейнер строку, и если мы хотим вставить число, то мы должны там для nint конвертировать, для double тоже писать то же самое, но в C++17 добавили и в const exp, и это намного проще, это на compile-time. Можно проверить, что это, если это число, то его сконвертировать в строку. Но в этом const exp можно писать и то, что будет выполняться в runtime. Например, можно захватить несколько mutex перед тем, как добавлять контейнер. То есть вот эта часть, она выполнится в runtime, а вот эта часть выполнится во время компиляции. Но здесь тоже нужно быть очень внимательным, потому что если мы напишем просто scoped.log без никакой переменной, то мы mutex не захватим, и здесь просто нужно создаться и удалиться. Здесь нужно быть очень внимательным. также в C++17 добавили то, что автоматическое определение типов. Мы можем каждый раз не писать типа std-vector, int и так далее. Компилятор сам понимает, что это какой-то тип. Но здесь тоже нужно быть очень внимательным, потому что у нас есть вот такой вот конструктор и здесь будет просто const char, а не обычный std-string, который ожидается. также было добавлено string-view. Зачем это было сделано? string-view это он хранит ссылку на строку и размер самой строки, то есть он ее не владеет. И, например, если нам нужно сделать сортировку, где мы сравниваем две строки, как мы здесь. Мы здесь создавали две подстроки. Это создание новых объектов, удаление. Это довольно много времени занимает. Мы можем указать string-view и она сама создается. она просто переместить один указатель на вот эту подстроку. И это намного быстрее. То есть здесь перформанс очевидный. Также по поводу автоматическое определение типов. У нас есть два конструктора, которые принимают два параметра. и можно здесь ошибиться, либо компилятор может неправильно понять, что здесь, допустим, utilization list ожидается и аллокатора, а здесь два итератора. И мы хотим использовать именно тип value tab, тот, который итераторов. Мы можем прямо указать, что если у нас идут итераторы, мы используем value tab, который идет в итераторов. И вот этот код, он будет работать. Также у нас было добавлено полиморфные аллокаторы. И идет у нас namespace полиморф. Что это значит? Допустим, мы можем сделать один раз выделить какой-то буфер, и в самом векторе мы указываем, что используя вот этот буфер. И когда мы первый раз, мы там тысячу раз выделили 32 буфер, точнее, мы один раз выделили, и в этом идет просто выделение. А когда мы уже переиспользуем этот буфер, этот буфер уже был выделенный, и каждый раз мы не выделяем память. Это тоже ускоряет. Также нужно быть внимательным, когда мы сравниваем std-option. Всегда null-opt, он меньше любого значения. Из-за них тоже нужно быть очень внимательным. Следующий доклад был про concurrency и правильное выполнение в 2018 и в следующих стандартах. Как известно, было добавлено правиль std, который позволяет компилятору более оптимально скомпилировать код. То есть если мы обычным выполнением и используем еще факторизованные функции, которые намного ускоряют выполнение для вот этого простого примера. Но не все компиляторы сейчас поддерживаются. Но насчет GDC я не уверен, так как в прошлую пятницу вышла новая версия, я читал где-то на форумах, что GDC 9.1 в принципе должна поддерживать эти правильные выполнения, правильные std, но еще не проверял. Также будет добавлено экзекьютор. Что такое экзекьютор? Мы сами указываем, где будет выполняться у нас код, то есть на CPU, на верте карты, на каких-то пулах. Вот самый обычный пример. У нас есть какой-нибудь пул потоков, мы от него получаем экзекьютор и говорим типа выполнение какой-нибудь таск на этом экзекьюторе. И стандартный алгоритм тоже будет поддерживать этот экзекьютор. Также в будущем стандарте добавится новый std, новый поток. Чем отличается он от того, который у нас есть сейчас? Вот обычный пример. Мы создаем поток и не вызываем join, get-tach и просто выходим из метода. Сейчас, ну, из main, сейчас оно просто закращивается. А новый поток, он во время деструктора вызовется join. Еще одно из фичного потока, то что в него есть stop-token. Мы можем более полайтно завершить поток. Вот сейчас у нас здесь два примера. Есть цикл, который там вводит counter. И мы вот здесь проверяем. Если кто-то пытался остановить этот поток, то мы этот цикл останавливаем. Также в будущем стандарте добавят transition memory. Это наподобие как в базе данных, то что мы можем... То есть у нас есть память и у нас есть несколько потоков, которые работают с примерами с этой памятью. И каждый может, типа, как в базе данных коммити свои изменения. И в связи с этим добавится такой блок, как называется synchronize, который синхронизирует работу с переменами, которые входят в этот блок. И вот, для примера, у нас есть 10 потоков. И каждый из потоков увеличивает эту перемену. И если, допустим, запустить потоки synchronize и не синхронизирует, то можно увидеть, что вот эти, которые не синхронизируют, вот у них был race condition. А те потоки, которые были синхронизируют, ну, они... Вот было увеличение... Не было race condition. Также планируется добавить более прощее управление тасками. То есть мы можем, например, в полном потоке запустить параллельно какие-то таски и эти таски завершить вот в этой точке. Как это в кодис выглядит. Мы создадим блок, к которому указываем, что вот в одни таски мы выполняем в одном блоке, в другом блоке. То есть, например, там, left-right разделение. Ну, и это будет... Ну, пока это в разработке, но это будет намного проще вот управление вот этими всеми параллельными тасками. Следующий доклад был про современные аллокаторы. Какая у нас сейчас есть проблема с аллокаторами? Рассмотрим вот такой вот пример. То, что у нас есть, допустим, какие-то там строки и они принимают аллокаторы. Там у нас есть три разных аллокатора. Там какой-нибудь системы локальные и там какой-нибудь третий. И мы их всех добавляем в вектор. И мы добавили первый, второй. Потом мы сделали... Зарезировали на четыре элемента. И добавляем третью строку в первое место. И что у нас произойдет? То, что та память, которая выделилась для первого элемента, она перезапишется. Она будет использоваться третьим элементом. И вот эти вся память они потом сдвинутся на ту память, которую выделял второй аллокатор. Ну, это довольно очень проблематично. И добавлять это нереально. Какие есть решения? Есть скоперто-аллокатор, скоперто-аллокатор-адаптер, который был добавлен в 11 стандартный. И в 17 стандарте добавят полиморфный аллокатор. Сейчас расскажу, что это такое. Ну, кроме полиморфного аллокатора, еще добавили memory ресурс. Он наподобие как и аллокатор, который у него есть allocate и delegate. И вот этот аллокатор, это как раз в рапер над ресурсами, который для compatibility с стандартным и третьим. И также добавили вот этот namespace полиморф, который... Ну, допустим, у нас есть std-полиморф-вектор. Это всего лишь алианс для обычного std-вектора, у которого просто полиморфный аллокатор. Вот, например, какие есть у нас методы в самом ресурсе. У него есть allocate, delegate и is equal. Наподобие как и в тех аллокаторах... Ой, memory ресурс. Наподобие как в текущих аллокаторах. И есть виртуальные функции, которые есть private. private. Здесь применяется adioma no virtual function. И... А, да. И, допустим, вот какие есть сейчас по ходу скопта аллокаторов. У нас... Ну, полиморфный. Сейчас. А, да. Для скопта аллокатора, какие у нас есть сейчас memory ресурсы. Это... New delete. Это обычный... New delete. И null memory ресурс. Это тот ресурс, который сюда возвращает null. Synchronize. Synchronize. Ну, здесь понятно. И монотоник буфер, который поэтапно выделяет память. Вот сейчас рассмотрим, как сам полиморфный аллокатор выделяется. У него... Дефолтный тип это byte. Ну, здесь может быть и какой-нибудь объект. И... В первой доме это allocate и delete object. Это... Он выделяет и удаляет память. А null object и delete object. Это как раз вызывается конструктор и деструктор этого объекта. И... Допустим, у нас есть вектор, у которого внутри... Который содержит вектор и в него еще один вектор. И... Как сейчас делать с поводу скопта аллокатора? Мы делаем альянс и указываем скопта аллокатор адаптер на тот аллокатор, который нам надо. Указываем тип. Потом мы указываем еще один вектор, которому принимает тот же самый аллокатор. Тут самое главное, чтобы эти все типы совпадали. И потом у нас есть внешний вектор, которого... Вот этот аллокатор, который вверху. И... Короче, это все очень проблематично. И здесь очень легко ошибиться. То есть, чтобы вот этот пример заработал с кастомными аллокаторами, нужно вот такое вот сейчас написать. Но с помощью ресурса у нас... Мы передаем сам ресурс для этого вектора. И в методе allocateObject мы просто указываем тип этого объекта. А сам... Сам тип этого аллокатора, он... Не обязательно передавать шаблон. И это намного проще упрощает сравнивать векторы, когда у нас есть два вектора, которые хранят один и тот же тип, но разные аллокаторы. Это разные два вектора. Но... С помощью вот этого ресурса это будет намного проще. Следующий доклад был... Рассказывали, как... Переходили с Visual Studio 13 на GDC, на Linux. И какие были проблемы? Ну, и на новую версию Visual Studio. Я думаю, это очень частая ситуация, что девелоперы хотят перейти на новый компилятор, потому что это очень круто. Но для менеджера можно создать вот такую вот страничку и потихоньку записывать, почему стоит переходить на новый компилятор, какие были проблемы, какие можно было устранить с помощью нового компилятора. Потихоньку... Сначала это будет там 2-3, но потихоньку оно будет накапливаться, и будет... Видна причина, почему нужно перейти на новую версию. Когда переходили, нужно было добавить кроссплатформенный для пакетов. Ну, как видно, это исчерпывающий список всех кроссплатформенных пакетов для C++. Ну, возможно, уже какие-то новые вышли. Если знаете, дайте знать. И как использовать Conan? Он довольно очень простой. То есть можно указать... Обычные команды типа Create мы указываем, какая архитектура, Type, компилятор, версия и какие-то еще зависимости. И, допустим, мы хотим обновить какую-то библиотеку. То есть довольно очень просто. И если нам нужно установить эту библиотеку из конкретного... Ну, из конкретной машины, то он сам сгенерирует необходимые файлы для Visual, для CMake. И, допустим, у нас есть библиотека, но мы хотим применить свои патчи. Можно добавлять вот такой вот префикс, то есть название самого патча. Но еще можно вот через черточку добавлять версию этого патча. Например, в этом патче еще что-то поправили. Это намного проще превращает повторку компиляции, ну, воспроизводительности компиляции на разных машинах. С новой Visual Studio добавили работу с CMake, но есть такая проблема в том, что Visual Studio отображает только те файлы, которые являются в корневой папке этого CMake. Но можно это, ну, можно это немножко поправить. И вот примерно будет такая вот структура Visual Studio распита по CMake. Еще, так как изначально продукт был под Visual Studio, они принялись на Linux. И как из Visual Studio дебачить на Linux у нас сейчас SSH сервер, на машине там, где Visual Studio. Но есть такая особенность, если использовать Apple версию CMake, то нужно вот такого вот в раппе указывать, потому что Visual Studio не всегда правильно работает с такой версией CMake. также особенность при переходе из UGDC на Visual Studio и так далее. То, что в Visual Studio не всегда корректор работает с шаблонами. То есть у нас есть баз-класс, есть наследованный класс, и мы хотим вызвать функции базового класса, то в Visual Studio и UGDC могут быть разные, могут быть вызваться разные функции. Та же, какие особенности Visual Studio. Ну, BlackStash и неправильный регистр в инклудах. Но, к сожалению, на моем проекте тоже такое есть. Это довольно, это можно поправить статическим анализатором. Также нужно учитывать, что boost, fast system, там, VHR, и на это нужно пропущенные type name, операторы и так далее. И type info на разных компиляторах походу разом вводится, но и с решением можно использовать boost core damage. Еще один из интересных докладов был, на что нужно отображать при разработке библиотеки. Это менеджер статического анализатора, PV Studio, довольно очень хороший классический анализатор. И если проблема с 30-битным типом для времени, если вы планируете, что ваш продукт будет использоваться в 2038 году, то нужно вот учитывать такую вот особенность, что 32-битный тайминг не хватит для этого дата, для этого времени. Еще одна распространенная ошибка то, что когда мы пытаемся выключить какой-то warning, то мы типа выключаем, а потом указываем default. Но default это он его не включает, он просто переводит его в дефолтное поведение. То есть он при разных уровнях может быть работать, может быть не работать. То есть более правильное решение – это запустить состояние warning, выключить конкретный, потом после того кода, который нужно, и вернуть то состояние. Еще одна распространенная ошибка – это когда у нас есть вектор, в этом размере вектор 64-битный int, но мы проходим по обычному int. Но если вы знаете, что у вас массив не будет такой большой, и это для такого маленького массива, то окей. Но тоже нужно быть внимательным. Также очень часто в диктор-библиотеке встречается x-mac-log. В чем его особенность? То, что если он не сможет выделить память, вызывается terminate. Этого нельзя использовать, потому что это потом тяжело будет понять, за что какая-то библиотека закрещилась. Также нужно очень внимательно делать define, чтобы он не совпадал с обычными функциями. Ну и что-то очень так интересно, они переименовали unsync char. Но вот когда у нас идет step ring, то мы считаем, что это c++ функция, ой, c функция вызывается. Но вот есть такие вот, такие моменты тоже встречаются. И в legacy в коде есть такая вот проверка. Здесь, ну, к сожалению, раньше можно было вот такой вот написать. И раньше здесь был, ну, это вот такая вот особенность. То есть, наконец, здесь у вас legacy-код, можете спокойно вот этот функт проверку убирать. Особенность вот такой вот строки. И не все знают, что строка имеет вот такую вот структуру. Сначала у нас идет длина, а потом самая касательная на эту строку. И некоторые алгоритмы могут с ней некорректно работать, когда мы считаем bchr и так далее. Еще есть такая особенность. То, что если перейти на нашу русскую раскладку, то последняя бубка я на назначение ff. И в некоторых алгоритмах проверка, если bchr может быть ff, то типа завершить. Вот один из примеров то, что мы получаем. Считаем по символу и как раз вот этот символ можем пропустить. Также нужно корректно обрабатывать input string. Потому что обычно проверка это не конец, это может быть неправильно. Потому что мы можем не дойти до конца фала, а будут какие-то сетевые ошибки и так далее. То есть более правильно проверять fail, либо end-off. И можно просто вызвать... Это true, либо false. Еще один был доклад интересный. Это асинхронная разработка на C++. Вместе с Visual Studio была добавлена библиотека, которая реализует... Ну, если привести аналогию, это future, асинхрон, promise. То это типа таск. Создание тасков. Получить, значит, promise – это task completion event. И вот рассмотрим один такой пример. То есть у нас, например, заварить чай. Закипятить воду, потом типа сделать чай, и дочитать, когда будет чай готов, и можно его пить чай. То есть, например, мы задаем таску, типа заварить чай. И возвращаем вот здесь тоже таску. И эта таска, она... Когда у нас первая таска завершится, то вторая таска, она выполнится на свободном пулпотоке. И, например, когда у нас нужно между тасками передать какое-то значение, то, например, мы можем... Типа создаем таск, мы указываем, что после этого таска выполнить эту таску, и будет вот такой вот параметр. Как передается exception, если вот этими тасками? То есть мы передаем... Сначала задаем таск. Тут у нас есть какой-то exception. Когда мы вызываем с этой таской типа get, здесь тоже происходит exception, и он передается на самую верхнюю таску. Также в этих тасках есть cancellation token, где мы можем более полайтно завершить эти таски. Ну, наподобие как в предыдущем было докладе, только это было между потоками. И можно, например, указать в этого токена то, что, когда мы ее закрываем, то, что выполнить вот этот callback на завершение. Также, например, если мы хотим выполнить несколько тасков, и дождаться, если хотя бы одна из них завершится, то можно написать when any, и он вернет значение и индекс вот этих тасков. И также на вот этих тасках можно сделать и down the while. То есть, например, если у нас есть какая-нибудь функция, которая сочетывает асинхронно данные, либо копирует файлы, то с помощью этой библиотеки мы тоже это все можем реализовать. То есть мы создаем таск и указываем, что после этого таска выполняет эту функцию. и здесь идет у нас проверка то, что стоит, не стоит. И если стоит еще раз выполнять, то мы возвращаемся к этому методу, который возвращает таск и еще раз выполняет вот это все. Ну, это все были такие абстрактные примеры. Вот есть реальный пример. То есть у нас есть какой-то сайт, мы хотим асинхронно получить в него какой-то там запрос, потом мы хотим пропарсить асинхронно JSON. После JSON мы этот результат точно асинхронно хотим это все обработать. То есть вот эта библиотека очень асинхронно посоветится сделать. Но в новом стандарте у нас будут, добавляются карутины. Что это такое? Например, ну, если кто-то сталкивается с boost карутинами, то примерно здесь то же самое. То есть если рассматривать тот пример, который на предыдущей библиотеке, ну, на библиотеке, который есть сейчас, мы хотим типа заварить асинхронно воду чай, потом типа асинхронно сделать чай и асинхронно там вернуть результат. То это все можно сделать карутинами, типа мы асинхронно выполняем вот этот код, потом типа асинхронно вот этот и возвращаем результат. И тот пример, который был для получения файла по HTTP запросу, он может быть более читабельным. То есть мы асинхронно делаем request, асинхронно parsing JSON, и, ну, короче, с помощью карутин это намного читабельнее и меньше места занимает. И если вы проводите новую историю библиотеки, которая была раньше, то в новом сценарии есть Proposable для добавления std lazy. Ну, сначала был std-task, но это такой был слишком лакомный кусочек с таким названием, поэтому добавили std lazy. Еще один доклад хороший. Здесь спикер рассказывал, как они сделали интеграцию кастомных c++ классов и Postgres типов. Ну, здесь нет особенностей именно для Postgres, это может быть для любого типа. То есть, например, у нас есть обычный select, который мы там что-то возвращаем. И мы хотим, чтобы этот результат был как контейнер с нашей структурой. С помощью шаблонов мы можем указать, допустим, у нас есть какой-то шаблон, который как раз принимает наш тип, который нам надо, c++ класс, и тип из Postgres. И у нас есть парсер, это с Postgres в C++ класс, и наоборот, следующий класс, который у нас с C++ в Postgres класс. И с помощью вот этих вот всех шаблонов главная особенность в том, чтобы наш класс мог конвертироваться в TypeL, и потом по вот этому TypeL проходиться по индексу, и каждую колонку конвертировать к конкретному типу в классе. Это может быть, это можно легко сделать там, в методе, в классе добавить вот такой вот метод, который возвращает TypeL, но в Boosty есть библиотека, которая сделает намного проще. То есть не нужно каждый класс сет изменять, а можно использовать вот эту библиотеку. Следующий доклад был по умной указателям. Как сейчас устроим нас умные указатели? Ну, здесь особенность Shared, MakeShared и обычно Shared. Когда мы используем MakeShared, у нас сам объект, и его каунтеры находятся рядом, и это ускоряет доступ к этим элементам. И рассмотрим такой кейс. У нас есть parent, у этого parent есть Shared.ptr на child, и мы хотим, чтобы child тоже был указатель на parent. Но если мы указываем Shared, то Shared.ptr и там-там, то у нас будут циклические ссылки. И вот эти циклические ссылки, они разговариваются с помощью WIC.ptr. Но у нас есть такой кейс, если мы владеем child, мы хотим, чтобы parent тоже оставался в памяти. Как это сделать? В Shared.ptr есть Allianz constructor, который принимает Shared.ptr и ссылку на объект. Как это сделано? У нас есть Shared.ptr, у которого каунтер ссылается на другой объект, но сам Shared.ptr владеет другим объектом. То есть, если вот здесь посмотреть, у нас есть два Shared.ptr, у которых один и тот же каунтер, но этот Shared.ptr владеет другим объектом. Как это все сделать? У нас есть метод, который вот как раз делает пустой, возвращает пустой Shared.ptr, но передает ссылку на тот объект, который нам надо. И если у нас есть Shared.ptr на внутренний объект, который как раз ссылается на этот объект, но сам каунтер ссылается как раз на внутренний объект. Но с этим возникает проблема то, что если в Shared.ptr у parent есть несколько объектов, и мы хотим эти объекты удалять без списка, то мы их не можем просто так удалить, потому что удалится каунтер и удалится parent. То есть одно из решений — их переносить в два разных вектора. Но есть проблема в том, что как освободить память от этих объектов и когда нужно удалять внешний объект, не то считается удаление от цепленных объектов. С помощью этого можно как раз сделать с помощью Intrusive Graph Counter, который есть в бусте. Ну, я всю реализацию не проводил, я как раз объясню, как это все работает. У нас есть внешний объект, и в этого внешнего объекта есть счетчик на те объекты, которые на внутренних объектах. То есть в этом объекте, например, есть два внутренних объекта, он равно два, и здесь тебе по одному. И получается, когда мы можем отцепить внутренний объект, и этот каунтер, который у меня существует в парунте, он уменьшится на единицу. И когда этот каунтер будет нулю, тогда парун понимает, что к нему никто не привязывается, и его можно удалить. Еще один из докладов был насчет functionRef. Как он выглядит? То есть он выглядит так же, как и std function, то есть мы указываем возвращаем параметры и аргументы, то есть он работает как с функциями, так и с вызываемыми объектами, но он не владеет самым вот этим объектом, который вызывается, то есть наподобие как stringView. То есть если пример привести, у нас есть stdString и есть stringView. также у нас есть stdFunction и stdFunctionRef. Зачем он нужен? Он более производительный, более быстрее компилируется, и в нем практически все методы SecondExp. И если сравнить, допустим, у нас есть несколько примеров, мы можем передавать как функцию, как template-параметр, как inline, как stdFunction, как объект. И если сравнить performance-functionRef и template-параметр, то она примерно одинаковая. Если сравнивать просто не inline и stdFunction, то вот такой вот performance остается. То есть если, допустим, сравнить stdFunction и functionRef, то stdFunction он в 7 раз медленнее, чем functionRef. Следующий очень интересный наклад был незаменимый c++. Здесь было несколько заблудений о c++. Первое очень распространенное заблудение о том, что на плюсах сейчас не пишутся программы. Но практически все поисковые движки на c++, игры, браузеры, все виртуальные машины, офисные программы и драйвера и так далее. Почему они выбраны именно на c++? Потому что нет никакого overhead, практически неограниченные возможности. Ну, безопасность – это под вопросом. И, в принципе, небольшой runtime. Второе очень популярное заблудение – то, что на плюсах программы медленнее, чем на assembler. Возможно. Но рассмотрим вот такой вот пример, когда нужно… Вот простенький вроде пример. Но компилятор его очень так оптимизировал. Ну, максимально, возможно, оптимизировал. И вот эти все оптимизаторы разработчик assembler, он не запомнит. То есть вот здесь именно идет ссылка, как это было оптимизировано. Это очень много было исследования. И все вот эти оптимизации разработчик assembler – это очень тяжело запомнить. Но есть у нас, допустим, там Rust, еще какой-нибудь язык, который был указан на то, что он более такой же производительный, либо такой же производительный, как c++. Как сейчас выглядят компиляторы? У нас есть backend, middleend и frontend. Backend, он как раз парсит язык и создает структуру для middleend. Middleend идет оптимизация, и потом на frontend оптимизация для кашной архитектуры. И почему выбрали именно Rust? Потому что там backend примерно одинаковый, как c++. И если рассмотреть код, который примерно то же самое делает, то сравнить инструкции, которые на Rust и которые на c++. То есть компиляторы Rust еще не так более продвинуты в оптимизации, как c++. Ну, да, возможно, он немного потом доходит, но с компиляторов c++ тоже развивается. Ну, вроде как не так критично на данном примере, но куча библиотек, которые написаны на c++, ой, на c. И переписать их на c++, ну, типа, просто подключить, все окей. Ну, а если переводить это все на раз, то всегда это возможно, и нужно писать секс и unsafe, в который, в принципе, мы теряем безопасность, которая на Rust. И еще одно очень такое заблуждение, то, что язык на Rust или на каком-то роне языке не содержит ошибок. Например, у нас есть c++, там, он там чем-то лучше, там, у него есть какие-то асинхронные и много подтверждений, и так далее. Но в c++ тоже это все есть. Просто нужно подключить другую библиотеку или вот c++ как раз добавить эти все асинхронности. Одно еще такое заблуждение, то, что, когда выходит на рынок новый язык, бетчмарк показывает то, что он быстрее, чем c++. Многие отключают сбывающих мусора либо сравнивают код, который в c++ чуть по-другому пишется, ну, либо очень модельная, чуть-чуть другая программа и либо там тестирует какую-то библиотеку, а не сам язык. И если, допустим, перейти к сборщику мусора, то очень во многих говорят, что сборщик мусора особо не накладает расходов. Рассмотрим обычный пример, простенький пример. У нас есть ноды, ноды это объект, который ссылается на другие объекты. И самый плохой сборщик мусора, чтобы пройти по вот этим всем нодам, он останавливается под поток и проверяет, типа, окей, не окей. Но, как правило, у нас более одного потока и все начнут, пока он сборщик мусора завершится. Есть другой сборщик мусора, который ничего не останавливает, и кто-то там потихоньку его проверяет, не так сильно замедляет потоки. Но нужно хранить какую-то информацию, сколько объектов ссылается на этот объект. И мы, в конце концов, приводим к тому, что Shared.ptr и у нас есть, допустим, и получается, что для list-ноды нужно хранить Shared.ptr, как бы это не сильно оптимально. прошлый указатель, потом это хранит этот объект, отвечает за хранение самого листа. Но есть еще такая проблема, как циклические зависимости, если все хранится в Shared.ptr. Но есть и слабые места. Он не идеален. Самое первое, думаю, всем известно, это очень высокий порог вхождения, неограниченные возможности, ну, либо проблем с безопасностью. Ну, это такое. И очень крошечная стандартная библиотека. Я думаю, на любом проекте есть какие-то библиотеки, которые нужно подключать и так далее. Но как это все исправить? Если есть кого-то идея, есть вот такой вот сайт, где можно написать свой пропозал, свои идеи, и которые будут продвигаться в комитете в C++. В принципе, у меня по докладам все. что он. Я пытался максимально успеть максимально интересные рассказать. И какие еще есть конференции в C++. Есть вот такой вот сайт, и здесь есть список всех конференций, которые будут. Ну, также у нас есть конференции, страница на конференции, на нашем. Можно подписаться, и там тоже какие-то новые обновления появляются под конференции. Ну, следующая конференция, на которую я планирую, это будет в Питере 31 октября, но 1 ноября. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.